Электроники Юрий и Владимир Тарсуевы Снявшись в главных ролях в трехсерийном советском детском фильме «Приключения Электроника», братья стали необыкновенно популярными. Их прекрасно помнят до сих пор. Но вот кинокарьера у ребят не сложилась. Они снялись еще в двух фильмах, и после этого наступил грандиозный провал в карьере. Братья перепробовали кучу разных профессий, от таксиста до владельца ночного клуба. В кино братья еще все же снимались. Причем последний раз относительно недавно, в сериале «Женский детектив», который вышел в 2016 году. Но эти роли едва ли можно назвать хоть сколько-нибудь запоминающимися. Тарсуевы нашли себя в музыке и даже ездят на гастроли по российским городам. Мелькают они и на телевидении, принимая участие в различных шоу и программах. Екатерина Старшова Все знают Екатерину Старшову как маленькую пуговку из российского ситкома «Папины дочки». После она сыграла еще в картинах «Русалка» и «Черная молния» появилась в нескольких рекламных роликах. А перестав сниматься, не потерялась. Катя выросла, превратилась в красивую девушку и всерьез увлеклась фигурным катанием. Она же из семьи фигуристов. Сначала Старшова заняла второе место в международном шоу «Танцы на льду», а в 2016 году приняла участие в звездном отечественном шоу «Танцы на льду». В 2019 году она поступила на факультет фундаментальной медицины в МГУ. Катя планирует стать врачом. Татьяна Проценко Главная мальвина Советского Союза После выхода на экраны двухсерийной музыкальной сказки «Приключения Буратино» на семилетнюю Таню обрушилась слава. Все мальчики были в нее влюблены, все девочки ей завидовали. Она должна была сыграть роль Красной Шапочки в фильме про Красную Шапочку, но не смогла сниматься из-за травмы. Татьяна окончила сценарно-киноведческий факультет в ГИКО. Работала редактором, увлекалась поэзией и стала писать стихи. Ну а после того, как она второй раз вышла замуж, решила полностью посвятить себя семье. Два года назад ей диагностировали рак в четвертой стадии. Но после операции болезнь миновала, и Татьяна вернулась к прежней жизни. Правда, вскоре болезнь снова стала прогрессировать, и на 53-м году жизни Татьяна умерла от рака. Наталья Гусева Гостья из будущего 11-летняя Наталья пришла в кино в 1983 году на роль Алисы Селезнёвой. Фильм имел большой успех, и девочку еще не раз приглашали сниматься. Но детство, к сожалению, закончилось, и Наталья, вопреки ожиданиям, не стала связывать свою жизнь с миром кино. С детства ее привлекала химия и биология, поэтому девочка после окончания школы решила поступать в Московский государственный институт тонкой химической технологии на отделение биотехнологии, который окончила в 22 года. После окончания вуза Наталья стала сотрудником лаборатории микробиологии, а затем начальником производства иммунно-биологических препаратов. Сейчас 48-летняя Наталья не работает и посвящает все свободное время семье и детям. Семь лет назад она родила вторую дочь от своего второго супруга. Буратино Дмитрий Иосифов Когда ему было 9 лет, он сыграл главную роль в фильме «Приключения Буратино». Очаровательного проказника полюбила вся страна. Он очень хотел сниматься, но главных ролей больше не получал. Сейчас снимает телевизионные шоу и рекламные ролики. Эдвард Фрелонг – звезда Терминатора Слава, обрушившаяся на 12-летнего Эдварда, погубила его карьеру. Его мать давно была лишена родительских прав, но после успеха сына подала в суд, чтобы вернуть над ним опеку. Однако Эдварду к тому времени было уже 16, и он не захотел возвращаться под крылышко мамаши, которую интересовал собственно не он, а, конечно же, его гонорары. К сожалению, юное дарование использовало свою самостоятельность себе же во вред. Какое-то время его карьера развивалась, но затем стало известно, что актер злоупотребляет всем, чем только можно злоупотреблять. Приглашений становилось все меньше и меньше, а роли все мельче и мельче. В итоге, последний фильм с его участием вышел в 2015 году. Джейк Ллойд Джейк был талантливым ребенком до участия в трилогии-приквеле «Звездных войн Лукаса». Он сыграл у Ника Кассоветиса в фильме «Оцыпись от звезд» и стал экранным сыном Шварценеггера в комедии «Подарок на Рождество». Однако роль маленького Энакина Скайуокера, над которым уже нависла тень Дарта Уэйдера, оказалась для юного актера роковой. Фанаты были недовольны образом самого главного из Скайуокеров, они сочли его чересчур наивным и недостаточно крутым. Ллойда завалили оскорбительными письмами, и у мальчика начались проблемы в школе. После той роли Джейк еще играл в спортивной драме о гонке на гидропланах «Мэдисон», а потом пропал с экрана. Когда Ллойду было 26 лет, его имя снова всплыло в таблоидах. Его обвиняли в нарушении ПДД и сопротивлении при попытке задержания. Чуть позже его мать заявила, что прямо перед этим инцидентом Джейк напал на нее, а затем официально призналась, что у Ллойда было диагностировано тяжелое психическое заболевание – шизофрения. Хейли Джоэл Осмонт – звезда шестого чувства и искусственного разума. Тот самый мальчик из шестого чувства и маленький робот, мечтающий стать человеком из искусственного разума, таким Хейли Джоэла Осмонта запомнили зрители. За блестящую актерскую игру в фильме Найта Шьямалана он даже чуть не получил Оскар в 11 лет. Старт у него тоже был хороший, первая заметная роль мальчика – сын героя Тома Хэнкса в Форест Гампе. В 2000 году Хейли снялся в еще одном знаковом проекте «Заплати другому», и после этого, как это часто бывает с детьми актерами, его карьера несколько замедлила темпы. Сейчас ему 32, но Джоэл продолжает сниматься. Его можно увидеть в картинах Кевина Смита, Бивень и Юганутые. Из последних более-менее крупных фильмов с его участием можно назвать трильер «красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном. Хейли слывет холостяком, любит играть в гольф и гордится своей младшей сестрой – певицей Эмили Осмонт. Кажется, он сумел пережить утрату популярности, которая была у него в детстве без особого вреда для себя. Трудный ребенок Майкл Оливер Его звезда взошла в 1990 году после выхода на экраны комедии «Трудный ребенок», в которой 10-летний Майкл играл главную роль. Все шло хорошо до тех пор, пока маменька юного актера не захотела больше денег и не начала шантажировать продюсеров тем, что заберет сына прямо со съемочной площадки третьей части и сорвет съемки, если его гонорар не будет увеличен с $80 000 до $500 000. Дошло до судебного разбирательства со встречными исками, однако женщина проиграла дело и была вынуждена выплатить студии разницу в $170 000. В итоге семья была полностью разорена и какое-то время даже жила у друзей, дом был продан за долги. Естественно, с тех пор никто не захотел связываться ни с Майклом, ни с его скандальной мамой. Сейчас актеру 38 лет, он работает техником и играет в двух музыкальных группах. Макалей Калкин В 10 лет Макалей Калкин, сын бродвейского актера и телефонистки, сыграл в суперхите Криса Коламбуса «Один дома» и проснулся знаменитым. К сожалению, слава не принесла счастья ни ему, ни его семье. После фильма «Богатенький речи», за который Калкин, к слову, получил гонорар 8,5 млн долларов, у него был серьезный перерыв в карьере из-за проблем в семье. О Макалее поползли слухи, серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, нелады с личной жизнью, ему приписывают роман с Милой Кунис, которая в итоге предпочла его Эштону Кучеру. Сейчас Калкин время от времени снимается в телесериалах, в кино, правда, в эпизодических ролях, но намного больше времени он посвящает своему юмористическому подкасту и сайту Bunny Ears. А еще недавно у актера и его жены Брэнде Сонг родился сын. Дэрил Сабара У Дэрила русские корни, его мать – европейка-эмигрантка из России, отец – польский еврей. Мальчик с детства увлекался балетом, а когда стал учиться, получал одни пятерки. Еще будучи школьником, Дэрил стал звездой суперпопулярной семейной франшизы начала 2000-х «Дети шпионов». Четыре фильма – это не шутка. Но он и не думал расслабляться и продолжал активно работать. Однако спад был неизбежен, и вот уже несколько лет у него нет ни одного полного метра. Однако это не мешает Дэрилу жить полной жизнью. В 2018 году он женился на популярной певице, обладательнице Грэмми Меган Трейнер, с которой они к тому моменту уже два года как встречались. Похоже, настало время перестать быть отличником и слегка передохнуть. И на сегодня это все. О каких звездах прошлого мы забыли упомянуть? Напишите в комментариях. Не забывайте подписаться на канал и посмотреть другие мои видео.